Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. После выходных, которые крайне были насыщены на основное событие, это влияние, опять же, урагана Ирма на Соединенные Штаты Америки, оценка последствий, хотя это то событие, которое будет несколько растянуто во времени. Безусловно, нужны будут экспертные цифры, какой ущерб, поскольку это в эквиваленте долларовом. Эта цифра важна для нас, потому что мы понимаем, насколько сейчас любые траты для США болезненны, особенно по-прежнему отсутствие решения по лимиту потолков государственного долга, которое, как решение прошлой недели, было, собственно, перенесено под обсуждение этого события на середину декабря. Мы продолжим следить и за этим фундаментом, поскольку понимаем, насколько он важен сейчас для американской экономики и для того, что произойдет с долларом. А доллар у нас это классический актив, на который мы традиционно делаем каждодневную ставку. Друзья, сегодня, напоминаю, еще состоится вебинар в 16.30 по московскому времени. Если у вас есть возможность физически присутствовать на нем, я вас с огромным удовольствием туда приглашаю. Мы разбьем еще раз события прошлой недели, посмотрим то, как они повлияли на активы, обозначим основной фундамент предстоящей, собственно, недели. Напомню, что в ходе этой пятидневки у нас два очень важных актива, которые, безусловно, будут анализироваться. Прежде всего, это доллар, потому что мы в четверг ждем данные по инфляции, а судя по позиции американского регулятора, именно слабое значение индекса потребительских цен – это по-прежнему остаточное, основное, сдерживающее обстоятельство, из-за которого сейчас немногие представители ФРС склоняются в пользу еще одного раунда и шага в пользу ужесточения монетарной политики. И также в этот же день, четверг, у нас очень много событий по фунту, исходя из того, что в один день публикуют процентную ставку, пересматривают объемы покупки активов, публикуют протокол последнего заседания, проходят голосования по денежно-кредитной политике. Этот день мы традиционно знаменуем как супер-четверг для британца. Фунт тоже сейчас крайне интересен, поскольку, несмотря на все обилие вот этого фундамента, на который мы делали акцент от статистики до политики, фунт, конечно же, как и многие рисковые инструменты, на прошлой неделе получил существенную поддержку из-за того, что крайне повышенным спросом пользовалась защита, которая обвалила доллар. Доллар в свою очередь стал причиной повышенного спроса и на евро, и на фунт, на австралийца, и на вазеландца. Больше, скажем, причин усиления котировок, роста, позиции этих рисковых инструментов нет. Это только слабоамериканская валюта. Поэтому, если вы долгосрочный трейдер, вы должны понимать, что это то основание, которое в любой момент, в принципе, может сойти на нет, и тогда придется вернуться к фундаменту, исходя из которого эти инструменты будут все-таки в числе аутсайдеров. Мы продолжаем говорить про весь спектр основных, как говорится, активов-мажоров на рынке Форекса. Я стараюсь уделять понемногу каждому из них. Если какой-то выпадает из обзора, вы особо зла не держите. Значит, больше акцент сделали на другие активы, поскольку они интересны с точки зрения содержания новостного фона. Ну и если, конечно же, есть все-таки необходимость уж прям точно добавить какой-то актив, я всегда открыт, собственно, к предложениям. У вас есть со мной канал коммуникации, это YouTube, где вы можете оставлять ваши вопросы, комментарии, пожелания, высказывать свою точку зрения. Это очень важно. Еще раз напоминаю, друзья, то, что мы сами, опять же, залог того, будет ли наше трейлерское сообщество эффективным. У нас должно быть много как единомышленников, мы должны быть самой настоящей силой. И, безусловно, каждый обзор, который я провожу каждый день, это мое субъективное видение. Я пытаюсь оценить фундамент и, конечно же, дать вам конкретную рекомендацию. Но если таких позиций и таких оценок будет все больше и больше, в том числе и через комментарии на нашем канале, я уверен, что и результативность нашей торговли серьезно повысится. В любом случае, нас интересует, как бы это цинично ни звучало, не мнение какого-то человека, определенного либо неопределенного. Нас интересует конкретная рекомендация, которая должна, конечно же, приносить нам деньги. Ну, ладно, также с вступительной частью, я думаю, что для понедельника давайте тогда закончим. У нас время тоже, чтобы не отнимать вашего. Сразу переходим к нашему вступительному инструменту. Это нефтянка и то, что показывает бренд. Собственно, закрытие пятницы и, конечно же, все недели 53.71. А сейчас мы снова торгуемся выше отметки 54.03. Нефть сейчас, собственно, так же, как и, наверное, любой другой актив, исходя из того, что творится в Штатах, безусловно, интересный инструмент. Почему мы просили по нефтянке, почему мы снова ушли ниже 54 долларов за баррель? Я допускаю это не совсем определенной и однозначной реакцией и неясностью того, что могло бы случиться как следствие стихийного бедствия и урагана Ирма в США. Участники рынка, может быть, сделали оценку, знаете, на какую географическую составляющую, решив то, что если, скажем, в центре этого удара Ирма окажется Флорида, Флорида это тот регион, который не представляет какой-либо стратегической ценности для нефтяного бизнеса Соединенных Штатов Америки. В то же время я предлагаю сейчас особо далеко не убирать обсуждения последствий Ирмы, потому что еще не ясно, друзья, ни одной экспертной оценки, ни одних официальных результатов мы можем судить только потому, что видим сейчас в заколовках новостей, фотках, видим. Но я думаю, что достаточно взглянуть на самые просматриваемые из них, вы поймете то, что ураган безусловно был ошеломительный по последствиям, по масштабам, и это в любом случае не могло не повлиять на инфраструктуру. Но в целом не обязательно на нефтяную. Я хочу сделать также акцент на то, что Соединенные Штаты Америки продолжают оставаться во власти вот этих стихийных бедствий, аномальной активности природных катаклизмов. И вслед за Ирмой сейчас, если вы следили опять же событиями, вы знаете то, что Атлантика по-прежнему не унимается, готовит уже, зарождаются новые очки двух ураганов, которые уже отрестили Хосе и Кате, которые набирают свои обороты. Будем надеяться, исходя из такой гуманной позиции максимальной нравственности и человечности, что эти ураганы дальше Атлантики не пойдут, не распространив своего негативного влияния, опять же, на территорию Кубы, Номиниканы и побережья Соединенных Штатов Америки. Но мы должны все-таки видеть на перспективу и понимать то, что, безусловно, это риск. Есть риск того, что пока траектория движения этих ураганов неясна, они снова могут так вот косвенно зайти в Мексиканский залив. Мексиканский залив по объемам добычи, по объемам концентрации нефтеперерабатывающих заводов, как вы знаете, это стратегическое звено, стратегическое место, которое не может не влиять на настроение, собственно, трейдеров. В прошлой неделе нам также доказало то, что участники рынка очень активно готовы реагировать на любое проявление малейшей опасности влияния на объемы добычи нефти США. Потому что если мы с вами на протяжении всего года говорим о том, что Штаты, это и есть причина, по которой котировки нефти растут, объемы, точнее, снижаются, объемы нефти высокие, то любой риск для, опять же, вот этих показателей добычи, это то, что может реанимировать интересы нефтянки. И мы видим и запасы нефти на прошлой неделе. Запасы логично отразили ситуацию с последствиями урагана Харви, когда 20% нефтеперерабатывающих заводов, которые временно были выведены из строя, и, соответственно, приостановка работы и деятельности на них стала следствием роста запасов нефти. Но разве нефтянка отреагировала, собственно, на отчет администрации энергетической информации, который вышел в четверг? Нет, потому что участники рынка больше делали акцент на ураган ИРМ. Поэтому, друзья, я могу сейчас в ходу привести несколько локальных причин, из-за которых может показаться то, что нефть нужно распродавать активно, собственно, как и раньше. Это, собственно, статистика Baker Hughes, которая вышла в пятницу. Классический отчет по количеству ненавидных терминалов у нас рос на одну единицу с 943 до 944. У нас есть статистика по запасам от администрации энергетической информации, то, что запасы увеличиваются. Поскольку до сих пор проспой по производственным мощностям очень высокий, больше 3,5 миллионов, мы тоже можем предположить, что статистика по запасам, скорее всего, не продолжит развиваться в тренде, то есть со знаком плюс, запасы будут расти. Это еще один неживежий фактор. Плюс ко всему на этой неделе у нас доклады от Международного энергетического агентства и отчет ОПЕК по объемам добычи, по спросу, балансу вообще на всем рынке нефти. Обычно мы на эти релизы с вами делаем сразу же изначально акцент на то, что это то, что поможет продавать нам нефти. Но, друзья, сейчас при всем таком логичном раскладе я на фоне, опять же, активности вот этих природных потокризмов но никак не могу перефлицировать вас сейчас как-то срочно на продажу нефти, поскольку понимаю, что вот этот настроительный фактор может и дальше доминировать, поэтому, с вашего позволения, лично моя рекомендация как-то срочно будет сведена к покупкам нефти, потому что уверен, что быки так просто не отпустят этот фундамент и попробуют выжить хотя бы из-за локального обстоятельства по максимуму, тем более, что долгосрочно им действительно пока что нечего ловить. Медведям придется поставить в сторонке, да, может быть, на каком-то этапе, за короткий промежуток времени, в рамках нескольких часов, в рамках одной торговой сессии сила медведя будет все-таки доминировать. Но, в целом, я считаю, что эта неделя будет во власти, опять же, покупателей этого актива, поэтому моя рекомендация – краткосрочно делаем ставку на усиление позиций ценовых нефти. И, соответственно, с текущих уровней 54.03, на мой взгляд, бренд легко может подняться и выше 55 долларов за баррель. Но, опять же, сделаю оговорку, ремарку, поправлю сам себя для тех трейдеров, которые не занимаются косрочной торговлей, а стоят на долгосроке. Позиция на продажу долгосрочная, она должна быть актуальной и дальше, поскольку мы говорим про стихийные бедствия только локального повлияния на то, что происходит. Это временное явление, которое пройдет. И, значит, мы спустя, опять же, определенное время сфокусируемся на тех же самых причинах, по которым мы и раньше продавали, собственно, нефтянку. Рубль 57.30. Здесь ждем ответов от того, что у нас будет демонстрировать дальше нефти. Собственно, на этой неделе еще заседание Банка России по процентной ставке. Ну, ближе к пятнице поговорим, опять же, как рынок готовится к этому. И есть ли предпосылки для дополнительных шагов, к примеру, по смягчению экономического режима. Пока что 57.30. Я думаю, то, что ниже 57 вряд ли заперемся. Если интересует то, что будет на долгосроке, советую смягчаться в район 60. Доллар японская иена. Здесь, безусловно, американец стал жертвой целого ряда факторов, которые повысили спрос на защиту. Их было очень много, начиная, опять же, от геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Северной Кореи. Потом это кадровые перестановки в рамках ПРС, там локальные слабые отчеты, неопределенность по поводу лимита вопроса и потолка государственного долга. Ну и, собственно, заканчивая вот этими самыми стихийными бедствиями, которые разразились. Это в любом случае серьезный экономический ущерб для региона, который и без того никак не может решить проблему вот с уровнем государственного долга, о чем я уже сказал. В частности, повышенный спрос на защиту и те факторы, которые были обозначены в качестве негативных для доллара, они, собственно, и привели к обвалу индекса американца. Вы все видели уровень, по-моему, даже в 91 пункт. Это такое ничтожное значение, которое, даже не припомню, больше 2,5 лет мы не видели. Соответственно, если говорить про отражерис, тоже из-за геополитики мы видели повышенный спрос на американские облигации, которые привели к снижению доходности до минимума за последние 10-7 месяцев. Соответственно, сейчас, друзья, на что мы можем делать акцент? Мы должны смириться с тем фактом, что доллар не сможет воспользоваться поддержкой каких-то внутренних причин, факторов роста до тех пор, пока ситуация не прояснится с геополитикой. А вот с этим, на самом деле, сейчас есть определенные трудности, потому что мы какое-то время не ссылались на воинственную риторику Трампа, который придерживался больше такой миролюбивой позиции в отношении Северной Кореи. И вот, собственно, последнее заявление о том, что США снова готовы к военному решению конфликта. И если дело дойдет до все-таки проявления вот этой военной агрессии, то этот день станет самым печальным для Северной Кореи. Это заявление, которое комментарий сделал Трамп в своем отвитере. Конечно же, тема Северной Кореи болезненная. Вы должны понимать то, что если рынок ее обсуждает, то есть априори уже изначально тот фактор, который пока что будет способствовать пользу покупки именно защиты. Ну, какой защиты? Если мы торгуем доллар японской иены, то тогда, конечно же, это японская валюта. Из-за тех свойств, опять же, этого региона, о которых я уже неоднократно высказывался. Поэтому я предлагаю эту неделю все-таки начать с того, что доллар будет испытывать давление. Да, мы видели сегодня открытие с ГЭПом, и, казалось бы, это хорошее начало 5-дневники. Оно может быть подтеплено и усилено дальше, к примеру, отчетами, тем же самым релизом по индусу потребительских цен. Но он не спор, еще он в четверг, друзья. То есть до четверга еще, безусловно, нужно дожить. Ситуация может резко измениться за даже гораздо более короткий промежуток времени, чем одни торговые сутки. Любое новое заявление, острая формулировка того, что эскалация напряженности, она по-прежнему доминирует в качестве инфоповода, тут же доллар начнет быстро продавать. Любое, опять же, заявление, которое предполагает экспертную оценку последствий урагана Ирма, это тоже болезненное проявление реальности экономической, которая может стоить долларовым, как минимум, еще несколько десятков пунктов. Это уж точно. Текущие котировки по доллару японской иене 108.34. Друзья, я все-таки считаю то, что до выхода мощного отчета по инфляции, это априори, потенциально возможно в четверг. Я, как истинный покупатель, скажем, может быть, даже вечный покупатель доллара, конечно же, верю в этот отчет, но понимаю то, что краткосрочно нам нужно поработать еще и с другим фундаментом, который только что был назван. Также, друзья, я хочу отметить, что если мы в этот четверг получаем очень сильный отчет по индексу потребительских цен, у нас будет следующее важное событие, это, получается, заседание следующей недели, то есть 20 сентября ФРС подведет итоги двухдневного заседания, это среда, получается, следующая. И, конечно же, это та самая дата, напоминаю, что сентябрьское заседание, когда мы с вами ждем именно анонса, конкретно по программам с украшением баланса. Это проявление жесткой политики, как я вам уже говорил. И на рынке есть идея того, что если фундамент с геополитикой устаканится, в этот день может произойти самый настоящий разворот по доллару, когда американская валюта уже забудет о былой слабости и начнет развитие траектории мощного, скажем, восстановительного движения, бычьей динамики, которую, в принципе, доллар достоин. Но это только в лучшем случае следующей недели, ну и как минимум это четверг. До четверга локальная ставка на ослабление доллара. Дальше евро против американца. Здесь, безусловно, хочется сделать акцент на то, что мы очень много конкретики услышали по факту прошлого заседания и выступления Драги в четверг. Напоминаю то, что Драги абсолютно однозначно дал понять то, что никаких изменений в ближайшее время с программой количественного смещения не предвидится. Потому что это та программа, которая необходима экономике. Это та программа, которая и обеспечила такие высокие показатели экономического роста, как сейчас. Но поскольку не достигнута цель по инфляции, даже не приблизился Европейский Центральный Банк к ее достижению, конечно же, и QE в размере 60 миллиардов евро в месяц будет актуальна, как минимум, до истечения ранее озвученных сроков, то есть до конца 2017 года. Вот сегодня, когда отслеживал новостные фотки, увидел, опять же, причину, по которой евро растет. Это якобы озвученная позиция Драги о том, что в ходе следующего октябрьского заседания ЕЦБ представит план выхода из программы количественного смещения. Друзья, я сразу хочу сказать вам, что ничего подобного из подобных комментариев, простите за это, того же не было, потому что я лично ознакомился с протоколом всего выступления Драги от первого до последнего слова. Не намек на то, что ЕЦБ планирует свернуть эти экономические стимулы. Более того, Драги еще раз подчеркнул то, что если на рынке будут созданы условия, которые станут несовместимыми с достижением цели по инфляции в 2%, программа количественного смещения и вовсе будет расширена. Собственно, ссылка была и на высокий курс обмена евро. Драги, я сразу же отметил, потому что, конечно же, курс европейской валюты не таргетируется. Ну, понятное дело, еще бы это было не так. Но высокий курс евро, он безусловно угрожает, опять же, более в быстрые сроки реализации цели в 2%, может быть, даже отслачивать на неопределенное время. И высокий курс евро стал причиной, по которой ЕЦБ пересмотрел прогнозы по инфляции. Они настолько скромные и, на мой взгляд, жалкие по тому, что вообще планирует достигнуть ЕЦБ, что я бы даже начал спекулировать не на том, что ЕЦБ выйдет из экономических стимулов, а то, что ЕЦБ не обойдется без их расширения. Потому что даже на 2018 год цель по инфляции была скорректирована с 1,3% до 1,2%. Это крайне-крайне низкое значение. И если еще сейчас убрать и программу количественного смещения, индекс потребительских цен просядет гораздо ниже единицы. Об этом знает и сам Европейский Центральный Банк. Поэтому, уверяю вас, в этом году, если вы сделали акцент на то, что евро будет расти, потому что ЕЦБ выйдет из программы количественного смещения, это неверный расчет. ЕЦБ не сделает таких заявлений. И европейская валюта сейчас стоила бы уже гораздо ниже, если бы не то обилие, опять же, событий и тех новостных причин, которые обвалили курс американца. На обвале доллара европейская валюта не может синхронно терять по несколько процентов. Это был бы парадокс. Поэтому сейчас мы смотрим на евро, мы видим то, что даже сильное ослабление доллара, в частности, не является, скажем, зеркальным отражением по росту евро. Потому что даже те, кто, опять же, сейчас спекулирует европейской валюты, понимают, что каждые 10 пунктов, 10 пунктов не фигура, за отметкой 1.20 это уровень, который нужно доказать, и уровень, который очень трудно будет сохранить. Поэтому, друзья, по евро, безусловно, если я уже сделал акцент на то, то, что мы краткосрочно, как минимум до четверга, спекулируем на ослабление доллара, я считаю то, что евро-доллар будет держаться выше отметки 1.20 минимум до этого дня. А фунт против доллара тоже использовал поддержку слабого американца. Кто-то считает то, что британская валюта выросла, потому что активно шло обсуждение законопроекта Бриксета. В конце прошлой недели это все ерунда. Обсуждение действительно было, но никаких заявлений, которым можно было подтепить роста фунта, точно не было. Прогноз по инфляции 2,8%. Это, на мой взгляд, даже та самая цифра, которая могла бы при нормальном фундаменте и новостных сводках обвалить фунт, потому что 2,8% это тот уровень, который совсем чуть-чуть не достает до ранее мрачного прогноза в 3%. Осень только началась. Я считаю, что мы сможем увидеть и 3% по инфляции. А на фоне очень скромных показателей по росту заработных плат мы говорим о том, что этот прирост и вовсе отрицательный. Соответственно, потребительская активность будет дальше страдать, и темпы экономического роста уже продолжат дисконтировать слабости Брекзита, последствия выхода Англии из состава Европейского Союза. И Англии пока что нечего ловить. Но только если надеяться на какую-то сверхмягкую позицию Европейской комиссии и Еврогруппы Европейского Союза в свой адрес. Но если бы это было так, уже процедура и дорожная карта Брекзита была бы настолько прозрачной, ясной и понятной всем, что мы бы уже давно сами стали покупать фунт. Но сейчас известно только одно, что процедура Брекзита и выхода, собственно, Англии из состава ЕС затягивается, потому что очень много неясностей, очень много недоговоренностей, и сам факт обсуждения, он идет очень, скажем, трудно. Поэтому фунт из политических рисков и соображений мы с вами продаем. Может быть, то, что пара оказалась выше отметки 1.30, это уже за то, что заставило вас развернуться. Но когда мы снова будем ниже отметки 1.30, вы тогда не обессуете, вы знаете, что это ваше решение покупать фунт, потому что вы поверили, что британец развивает восходящее движение. Это не та рекомендация, которую давал и я. По другим активам, ну все, без изменений, у нас новостная картина не меняется, я даже не буду сейчас тратить время на австралийца, на новозеландца. На австралийце я уже говорил, что 0.8 у нас это те уровни, с которых нужно было уже накапливать короткие позиции. Я думаю, что вы воспользуете этой рекомендацией, уверяю вас, эта сделка принесет хороший профиль, потому что более высоких значений, ну да, если есть форс-мажор, такой, как случилось, опять же, и слабоамериканская валюта, это то, что позволило сейчас быкам закрепиться чуть выше этой планки, но там нет будущего в плане развития никакого. Поэтому по австралийцу даже каккосрочные позиции предполагают продажу этого актива. Не забывайте про то, что нам было озвучено и сказано еще Резервным банком Австралии. По американскому фондовому рынку, друзья, я позволил себе еще в конце прошлой недели сделать ставку на то, что фонду американскую нужно продавать. Надеюсь, то, что вы прислушались к этой позиции, она не меняется. Даже сейчас мы видим то, что S&P 500 у нас на отметке 2472 пункта, это выше, чем на прошлой неделе. Но вот этот разворот, мне кажется, уже настолько очевиден в плане близости, что не воспользоваться сейчас короткой позицией, ну просто нельзя. Учитывая то, что американский фондовый рынок довольно странно, без каких-либо реакций отреагировал на то, что происходит по масштабным стихийным бедствиям. Это тоже своего рода парадокс и нонсенс, потому что американская фонда, которая в данном случае S&P 500, своей капитализацией имеет те компании, которые базируются и во Флориде. То, что Флорида ощутил на себя всю силу урагана Ирмы, это тоже совершенно очевидный факт. Может быть, еще американские фондовики не проснулись, естественно, не осознали всех, скажем, всего масштаба бедствий. Это должно произойти в ближайшие дни, и к этим, собственно, потенциальным продажам нужно готовиться заранее. Поэтому я все-таки предлагаю вам S&P 500 сейчас продать и ждать, как минимум, как минимум, снова 2400 пунктов. Если доберемся до этой планки, посмотрим, может быть, даже поставим более скромные, точнее, более уровни, которые находятся гораздо ниже этой планки. Из важных событий сегодня, поскольку понедельник, ничего интересного, собственно, нету. Завтра у нас данные по инфляции по Англии. В ходе брифинга мы поговорим по этому релизу. Соответственно, уверен, не будет что сказать, учитывая то, насколько это важная статистика. Но в основном по фунту у нас события четверга, суперчетверга. Мы, безусловно, по мере приближения этой даты коснемся не раз того, что может произойти и что может случиться с фунтом. Поэтому приглашаю вас на брифинги, которые проходят каждый день на прямом эфире через перископ 9.30 по московскому времени. Те, соответственно, кто не может присутствовать на них, запись тоже доступна на нашем канале на YouTube буквально через несколько минут, как мы заканчиваем с прямым эфиром. Друзья, на этом, собственно, все. Завтра предлагаю обсудить ситуацию, которая сложилась на рынке криптовалют. Поговорим о биткоине, тем более, что есть новости, которые также связаны с более жесткой позицией Народного банка Китая, который продолжает закручивать гайки. И, на мой взгляд, и стал причиной, по которой до сих пор по биткоу мы не увидели планки 5000 долларов. В общем, завтра поговорим об этом активе, среди прочих. На этом все. Хорошей вам торговой недели. Не забывайте, что рынки сейчас крайне волатильные. Очень много событий, которые изначально, скажем, спрогнозировать, предугадать себя было невозможно. Это события, которые сейчас формируют тренды повышенного спроса на защиту. Нам приходится с ними сейчас считаться, не быть крайне внимательными к любым изменениям, которые происходят в этом фундаменте. Все ваши вопросы, пожелания, как и всегда, кидайте прямо на канал на YouTube. И не забывайте, что я очень благодарен всем за то, что вы ставите лайки, большие пальцы. Те, кто этого не делает, можете присоединиться. Надеюсь, что хотя бы какая-то часть из этого брифинга была для вас полезна и информативна. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok